Трансфер передовых южнокорейских технологий и инвестиционное сотрудничество в различных сферах экономики обсудил губернатор Евгений Куевашев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Кореи в Российской Федерации Пак Ро Бёкам, который прибыл на Средний Урал во главе деловой миссии. Глава региона поддержал инициативу корейской стороны по проведению в Свердловской области российско-корейского бизнес-форума, а также отметил наличие у сторон позитивного опыта взаимовыгодного партнерства. В качестве примера он привел договоренности, достигнутые в рамках международной промышленной выставки «Напром-2016» между Уральско-оптикомеханическим заводом и корейским предприятием «Медиана» о создании совместного производства медицинских приборов, автоматических наружных дефибрилляторов. Глава региона отметил, что в рамках бизнес-миссии южнокорейские компании не только выступают с инициативой поставки высокотехнологичного оборудования, но и проявляют интерес к созданию совместных предприятий. Такие стремления руководство региона особенно приветствует. В Свердловской области созданы все условия для локализации современных высокотехнологичных иностранных производств. Господин Пакро Бёк, в свою очередь, поблагодарил Евгения Куевышева за теплый прием и дал высокую оценку перспективам сотрудничества Южной Кореи и Среднего Урала. Посольство Южной Кореи регулярно организует посещение Свердловской области. И это говорит о том, что наш регион имеет благоприятный деловой климат. Корейские бизнесмены всегда проявляют большой интерес к поездке в Екатеринбург. Для корейской стороны очень важно продолжать сотрудничество с регионом в сфере промышленности, высоких технологий и науки. При этом Южная Корея хочет расширить области взаимодействия за счет таких направлений, как медицина, здравоохранение, охрана окружающей среды. Кроме того, по мнению Пакро Бёка, Свердловская область, благодаря своему промышленному потенциалу и географическому положению, может стать участником реализации межгосударственных договоренностей, в частности, решений, принятых на высшем уровне на полях Сентябрьского Восточного экономического форума во Владивостоке. В ходе встречи стороны договорились об организации обмена в деловыми миссиями и проведением различных совместных мероприятий в рамках подготовки к «Напрому-2018», который пройдет в сопартнерстве с Республикой Корея. Губернатор также выразил уверенность в активизации взаимной торговли и увеличении товарооборота. Объем экспортно-импортных операций за первое полугодие 2016 года дает на это надежду. По итогам шести месяцев оборот составил 98 миллионов долларов США. Это превышает показатель аналогичного периода 2015 года на 70%. «Я уверен, что наше сотрудничество будет хорошей, эффективной, активной губернатором. Я уверен, что наше сотрудничество – практические проекты и надежные сотрудничества возможно реализовать». Пока реализуются глобальные экономические проекты обычных уральцев, в том числе артёмовцев, интересуют их практические результаты. Одним из них является анонсированное производство автоматических наружных дефибрилляторов, о которых мы уже рассказывали в одном из сюжетов. Появление этих приборов в местах массового посещения людей серьезно снизит опасность трагических случаев, когда человек умирает до приезда скорой помощи. В нашем муниципалитете, значительную часть населения которого составляют люди пожилого возраста, подобное новшество будет особенно полезно и востребовано. Остается надеяться, что в обозримом будущем эти приборы появятся и в Артёмовском городском округе.